Азбест Наша церковь называется Азбестовская городская церковь Любовь Христа Мы развиваем самую различную деятельность не только на Урале, но и в России И отличительная черта именно нашей общины в том, что, как никто другой, не побоюсь этого сказать Мы выполняем очень много социальной работы Делаем это на протяжении уже 15 лет И я думаю, что мы исчерпали весь спектр возможностей в этой области И наркоманам послужили, и алкоголикам, и сиротам, и кризисным семьям И бездомным, и в хосписе работаем, и в детском доме, и в больницах И когда мы весь круг исчерпали, мы ощутили некую потребность А что же делать дальше? У нас небольшой город, 70 тысяч населения, церковь около 400 человек И для нашего города мы сделали все, что могли Проповедовали и так, и иначе, и на улицах, и в залах И через средства массовой информации И всю социальную работу перелопатили и переделали И когда мы уперлись в такой потолок Мы ощутили острую потребность двигаться дальше Путь, который мы выбрали для этого движения Это открытие новых церквей И последние два года мы вновь занимаемся открытием новых церквей в России Это делать не так легко, как 90-е года 91-92-й Если приезжал человек из Соединенных Штатов Америки Весь город приходил Не знаю, послушать ли Слово Божье Или просто посмотреть на первых иностранцев И достаточно простые проповеди приводили к удивительному результату Тысячами народ шел Господу А сейчас времена другие У нас есть миссионерская команда Действующая в рамках проекта «Год для Иисуса» И они посещают различные города, поселочки, деревни Так вот, когда они по деревням ходят и раздают новые заветы и брошюры Люди берут, слушают, откликаются Проявляют интерес к продолжению беседы А когда эти молодые миссионеры Встают в мегаполисе на центральной площади И пытаются остановить быстро бегущих на работу людей И вручить им Библию Не останавливается никто Времена поменялись Однако мы не отчаиваемся Но осознаем, что надо менять инструменты и методы А дело Божье делать, тем не менее, необходимо и важно Открывая новые церкви Год назад мы открыли церковь как раз в Челябинске Где стекла повыбивало от летящего метеорита И в этом году еще в Озерске А Озерск это город закрытого типа Он очень хорошо охраняется И не только иностранец, но и гражданин России Может въехать в Озерск, только получив специальное разрешение Допустим, я в этом году ни разу не получил такого разрешения Хотя попытки оформить документы и въехать в Озерск мы предпринимали Но однако нас туда не пустили И понятно почему Ведь в Озерске расположено предприятие «Маяк» Где собирает ядерное вооружение Куют оборонный потенциал России И этот объект, он находится под особой, конечно же, охраной Когда метеорит-то ухнул Я думаю, господи, только бы не на Озерск Это будет второй Чернобыль Или хуже Но слава богу, он дальше немножко улетел И в Чебаркульское озеро упал Точно в озеро, это удивительно вообще В этом году мы отослали 8 человек-миссионеров Второго пастора нашей церкви, еще других людей вместе с ним С семьями в Калининград открыли новую церковь там Еланский, военная часть, воинский городок Город Верхняя Пышма Нам помогала команда миссионеров из Джексонвилла Учились ребята ваши в библейской школе Потом приехали к нам И два с половиной месяца они трудились у нас И знаете, не взирая на то, что в российском обществе Есть такой образ врага Нарисованный средством массовой информации В отношении американцев, то есть у вас Извините, пожалуйста Не взирая на это, вот команду из Джексонвилла Встретили просто на ура В Верхней Пышме Конечно, помещение нам не дали арендовать Добрые православные батюшки хорошо поработали Над сознанием местных обывателей Даже на улице администрация Верхней Пышмы Не разрешила нам проводить евангелизацию В этом городе находится штаб-квартира Уральского горно-металлогического комплекса В который входит масса различных металлогических предприятий И хозяин этого УГМК-холдинга Является очень православным человеком Поэтому в Пышме действуют абсолютно феодальные порядки Господин Казицын сказал Не пускать евангельских христиан И все И хоть о стенку расшибись Ничего невозможно взять в аренду Только коммерческую недвижимость А на нее запредельные цены И вот приехала команда миссионеров И мы ничего не можем арендовать Что делать? Ну ладно Зашли на Фейсбук Назначили встречи для всех желающих изучать английский язык Сто человек Пришли на первые встречи Представляете? А ребята еще какие-то американские фишки начали использовать Вышли на площадь поутру Магнитофон поставили Включили христианскую музыку Давай зарядку делать Вместе на молодежь повыбегало Десять человек На следующее утро Двадцать, тридцать, сорок Зарядку делают Стоят Как в Нью-Йорке А потом они их ведут на природу Куда-нибудь спортивный клуб Шишкабаб жарят Общаются И приводят в конечном итоге Всех на Байбл Стадий Ага Другой хороший метод Флешмоб Что это такое Наверное объяснять не надо По флешмобили Поводили их по городу А потом раз Заводят в место Где проходит Байбл Стадий вечерком Или другой способ Я удивился их креативности На газончике Своими телами Выкладывают разные фигурки Снежинка, звезда, крест И смотришь Весь двенадцатиэтажный дом Смотрит в окно Аренду не дают Но вся двенадцатиэтажка Слушает Чем невозможность Проповедовать Евангелие И ребята за лето Провели удивительную работу Около ста человек Молодых людей Без рекламы Без афиш Без евангелизации Без телевидения Они собрали И потом Эта русская молодежь Провожала ваших американцев Со слезами С кортежем До самого аэропорта Они их полюбили И они их ждут снова Можно в России Проповедовать Евангелие Можно достигать людей Можно насаждать Новые церкви Просто инструменты Надо менять Люди Изменились За двадцать лет Но они Также имеют нужду В спасении И в вечной жизни А нам нужно иметь Особую мудрость Чутье Прозорливость Чтобы искать Ключики К их сердцам Не отчаиваться И продолжать Активно Возвещать Евангелие Друзья Если я сделаю Утверждение В начале моей проповеди О том что Каждый человек Стремится контролировать Свою жизнь Вряд ли Кто-либо из вас Будет со мной спорить Это в крови У людей Это свойство Не только Индивидуальности Но и всего Человеческого Общества в целом Мы стремимся Управлять Своей собственной Судьбой Обществом Жизнью Пространством Вокруг нас Ведь каждый Совершает управление Своим аккаунтом В банке Мы планируем Свой календарь Составляем Скейджел Мы стремимся Управлять Временем Личным имуществом И даже Нашими отношениями С другими людьми Человек Создан Богом Для управления И эту функцию Он выполняет Абсолютно Во всех Сферах Своей Жизни Глобально Что человечество Делает с планетой Мы не только Углубились В недра Освоили моря И океаны Поднялись На высокие горы Мы запустили Свою руку В дальний Бескрайний космос Через Хаббл Наблюдая За далекими Галактиками А на орбите Нашей голубой планеты Мы размещаем Различные технические Средства Чтобы следить Смотреть Управлять И контролировать Но Невзирая на все Попытки Осуществить Тотальный контроль Над бытием Вокруг нас По прежнему В личной судьбе Любого человека Остается место Для Маленьких Случайностей Иногда Эти случайности Становятся довольно Болезненными И Неприятными И когда Они вопреки Нашим стремлениям И стараниям Опять происходят Возникает Резонный вопрос А все-таки Кто На самом деле Контролирует Все Иногда Эти случайности В человеческой жизни Настолько много Что Люди Пытаясь Разобраться В хитросплетении Своих жизненных Затруднений Видят Свою жизнь Как клубок Сплетения Всевозможных Проблем И трудностей А у древних Греков По этому поводу Родилось Представление О мире О Боге Следующего рода Они считали Что Над Олимпийскими Богами Выше Находится Три особой Женского пола Называли их Мойрами Мойры И эти Мойры Занимались В представлении Греков Тем Что плели Нити Человеческих Судеб Иногда Они такое Выплетали Почитаешь Древнегреческие Мифы И диву Даешься Предлагаю Вам Вместе Со мной Попытаться Разобраться В этих Вопросах И мы Будем Отталкиваться От Текста От 27 главы Деяния Апостолов Я не буду Читать всю Главу Это длинный Текст Но я Пробегусь По Некоторым Ее Фрагментам Сделав Общий Набросок Ситуации Которая Сложилась В жизни Апостола Павла Когда он Предпринимал Миссионерское Путешествие Стремясь Оказаться В Риме Предстать Перед Кесарем И возвещать Ему Евангелие Благородная И правильная Цель Не правда ли Однако В своем Морское Путешествие Павел Предпринял В качестве Арестанта Располагаясь В самом Неудобном Месте Наверное В трюме Корабля Впрочем Еще до Начала Этого Путешествия Павел Как минимум Два года Находился Под арестом Его Этапировали Из Одного Места Заключения В другое Иногда К нему Относились Человеколюбиво Предоставляли Кров Пищу А Иногда Он встречался Злобой И агрессией Как в случае С теми Иудеями Которые Заклялись Не есть Не пить Пока Не догонят И зловят И не уничтожат Апостола Павла И вот Его Посадили На корабль Путешествие Изначально Не сложилось Не было Правильного Ветра С одного Корабля Павла Пересаживают На другой И вот Посмотрите Как эти события Описывает Библейский Текст Шестой Стих Конец И посадили Нас На него То есть На другой Корабль Седьмой Стих Медленно Плавая Многие Дни По причине Неблагоприятного Ветра Я выделяю Голосом Те слова Которые Описывают Трудности Связанные С этим Путешествием Восьмой Стих Пробравшись Как С трудом Девятый Прошло Довольно Времени И плавание Было Уже Опасно И потом Павел Дает им Совет Перезимовать Хотя Пристань Была И непригодна Перезимованию Но он считал Что Разумнее Остаться Здесь Однако Его Советов Сотник Не послушал Ибо он Прислушался Более К начальнику Корабля И к Кормчему И так Они плывут Получив Южный Ветер Подумали Что имеют Желаемые Отправились В путь Но Стих Четырнадцатый Скоро Поднялся Против Него Ветер Бурный Называемый Эвроклидон Корабль Схватило Так Что Он Не мог Противиться Ветру И мы Носились Отдавшись Волнам То есть Судно Оказалось Неуправляемым Ситуации Шторма И кипящего Океана Люди Поняли Что Оказались Самой Нежелательной Ситуацией Носились Отдавшись Волнам И Набежавши На Один Островок Называемый Клавдой Мы Едва Могли Удержать Лодку Им Грозило Крушение Поднявши Ее Стали Употреблять Пособие И Обвязывать Корабль Боясь Чтобы Не Сесть На Мель Спустили Парус И Таким Образом Носились Естественно Экипаж Команды Лихорадочно Пытался Предпринимать Любые Технические Усилия Чтобы Как-то Изменить Ситуацию К лучшему И Обеспечить Спасение Этому Кораблю В итоге Все оказалось Тщетно Опускают Парус Садятся Сложив Ручки И ждут Что же Будет Дальше Арсенал Технических Средств Был Полностью Исчерпан 18 Стих На Другой День По Причине Сильного Обуревания Начали Выбрасывать Груз Так Если Наступило Сильное Обуревание Что же Было До Этого Когда Они Канаты Дергали И Парус Спускали То есть Это Были Еще Цветочки А Теперь Они Имели Дело С Ягодками Наступило Сильное Обуревание И Выбросили За Борт Груз Может быть На этом Корабле Плыли Коммерсанты Скажите Мне Какой Еврей Добровольно Выбросит За борт Свой Коммерческий Груз Ну Пришлось Жизнь Заставила Выбирать Между Спасением И Выгодой А на Третий День Мы Своими Руками Побросали С корабля Вещи Очевидно Груз Мореплаватели Совершали Навигацию Это означает Что кипящее море Смешалось С поверхностью И Люди Полностью Утратили Ориентацию В пространстве Где мы Кто мы Полная Неизвестность А буря Бушует Не один день И И не два Долгое Долгое Время Многие Дни И Вдруг Это Общество Разноликое И разношерстное Оказалось Перед Простым Фактом Исчезла Всякая Надежда К нашему Спасению Когда Буря Начиналась Очевидно Они еще Лелеяли Надежду Исправить Ситуацию Они Хранили Эту Надежду Каждый День Но в конце Утратили ее Полностью И вот Эти еврейские Коммерсанты Плывшие Из Палестины Матросы Некоторым Из них Возможно Оставалось Пару дней До демобилизации Кто-то Мечтал Воссоединиться Со своей Семьей Женой Детками Ожидавшими Их На суше В родном Городе Солдат Римской Армии Руководство Капитан Экипаж Корабля Какие-то Знатные Путешественники Осуществляющие Туристическую Поездку Апостол Павел Среди них Жизнь Всех Привела К одному Общему Знаменателю И вне Зависимости От социального Статуса Накопленного Благосостояния Образования Возраста Жизненного Опыта Все они Оказались Перед Простой Истиной И жизнь Могла Закончиться Здесь Все они Могли Камуть Пучину Моментально Исчезла Всякая К их спасению Скажите Как человек Ведет себя Минутой обреченности Когда он Осознает Что существовать Ему осталось Очень недолго Кто из вас Был в подобной Ситуации Хотя бы Немного Один брат Замечательный Служитель Из Кустаная Говорит Ехал В Израиль А там как раз Горячее время было Идем с другом И под ногами Взрывается Бомба Прям под ногами Говорит Я думал Что умер Думаю Как странно Я умер А люди Подбегают Меня ощупывают По лицу Бьют Полицейские Суетятся Оказывается Бомба не была Начинена Этими Поражающими Элементами Никто Из них Не пострадал От взрыва Но был Сильный хлопок И люди Испытали Шок Физически Здоровые Но с душевным Потрясением И он Говорит Мне этого Потрясения Секундного Хватило Для того Чтобы пересмотреть Всю свою жизнь Он говорит Больше Я свою жену За неубранную Паутину Никогда Не ругал Знаете Когда за доли Секунд Перед глазами Вся жизнь Проносится Как что-то Неправильно Сказал Из-за какой-то Мелочи поднял Домашний скандал Например И он говорит Все Я нанял сестру Чтоб дома убиралась Я вообще Жене не пристаю С этой уборкой Больше Один брат Путешествовал Из Киева В Москву На самолете Почтенный Предприниматель Мужчина В возрасте Успешный И Достаточно Состоятельный Человек Верующий И вот Он рассказывает Эту историю Поднялся Самолет Воздух Гляжу В иллюминатор Вижу Двигатель Дымится Горим Люди Не сразу Это заметили Но вдруг Забегали Стюардессы Люди Поняли Что происходит Подняли Панику Самолет Начал Резкое снижение Вниз Чтобы Потоком Воздуха Сбить Пламя Развернулись И Предприняли Аварийную Посадку В аэропорте Города Киева Брат Говорит Конечно Самолете Творилось Не весь что Кричали Вопили Молились Плакали Прощали С жизнью Целовали Фотографии Близких Напоследок И вот Самолет Благополучно Приземлился И он говорит С воздуха Я видел Кареты Скорой помощи Десятки пожарных Машин Все стремительно Суетятся Чтобы Видимо Спасти нас Самолет Приземлился И вот Он уже Зафиксировался На полосе Как пожарная машина На ходу Разборачивала Бронзбойт И брат Рассказывает Что в секунду Когда этот Бронзбойт Пожарников Глянул Своим дулом В его иллюминатор Он говорит Я осознал Что В любой момент Может самолет Взорваться Я пристану Перед создателем И он говорит Я закричал Так громко Что Сорвал голос И три дня После этого Не мог разговаривать Но кричал Не он один Их благополучно Спасли Всем предложили Бесплатный билет На следующий рейс Почему-то Большинство Из них Предпочли Добираться До Москвы Поездом Дали им Бесплатные номера В гостинице И вот Он зайдя В гостиницу И посмотрев В зеркало Обнаружил Что его голова Стала Полностью Седой Так Биохимия Его организма Отреагировала На пережитый Им стресс А в стрессе Он находился Не так и долго Ну что там Минут 10 Пока приземлялись Да ведь Я думаю Стресс испытывал Каждый из нас Когда Вот Решалось Жизнь Или Что-то другое Жизнь Или травматология В больнице Например За рулем автомобиля В России Это сплошь и рядом Происходит Я прилетел сюда Звоню жене Отчитаться Что благополучно Долетел до Соединенных Штатов Спрашиваю Все хорошо Она так мнется Что-то Я говорю Ну что случилось Да вот Говорит Поехала с ребенком В поликлинику А у нас зима Знаете Сугробы Гололеды И как раз Была оттепель Снег потаял И на дороге Каток А еще Колея такая страшная Женщина Не так хорошо Управляет автомобилем Как мужчина Во всяком случае В России Она говорит Все В этой колее Развернула Раскрутила Сугроб Выкинула Приехал Милицейский вазик Выдергивал Кто испытывал это Тот знает Вот ты сидишь И как бы ты не крутил Руль На какие бы педали Не нажимал Все Бесполезно Если автомобиль Занесло Смотришь Большие глаза Водители Во встречной машине Проносятся мимо Береза здесь Рядом проносятся Врезался сугроб Взрыв снега Живой Слава Богу А сердце Юкает Потом прошибло Коленки дрожат И почему-то Так не хочется Никуда ехать Первые пару минут Это стресс Но это секунды Береза Большие глаза Встречного Это секунды А люди На том корабле В состоянии Этого стресса В состоянии Полной Обреченности Находились Многие дни И вот теперь Ответьте мне На вопрос Что Творилось В их Удивительной Компании Я думаю Что общество Окружавшее Павла Превратилось В клоаку Кишащую Эмоциями Страстями Кто-то Изрыгал Проклятие Кто-то Оплакивал Свою Жизнь Кто-то Вспоминал Близких И родных Кто-то Винил Сотника Корнчева Всех На свете Люди Находили Состояние Эмоционального Стресса Взрыва Но посреди них Был один Абсолютно Спокойный С ангельским Лицом И умиротворенным Сердцем Павел Встав Обращается К этой Публике И утверждает Что Бог Сообщил Ему О близком Спасении Он успокаивал Этих Людей И вдруг Матросы Обнаружили Что близко Земля 27 стих В 14 Ночь То есть В состоянии Вот этого Стресса Они находились Две Недели Как мы Носимы Были В Адриатическом Море Около Полуночи Корабельщик И стали Догадываться Что приближается К какой-нибудь Земле Вымеряет Глубину А потом Матросики Предпринимают Попытку Спастись Бегством Павел Это заметил Сообщил Солдатам Рубанули По канатам Шлюпка Упала Матросы Остались На палубе И благодаря Чему Сохранилась Возможность Управления Судном Павел Снова Обращается К публике И говорит Как мы Не ели Уже 14 дней То есть Помимо Эмоционального Давления К их состоянию Добавилось Еще и Чувство Голода Не потому Что они Постились Они Воздерживались От пищи Просто В состоянии Морской болезни Человеческий Желудок Не принимает Пищу Оказывается Они физически Были Истощены Павел Говорит Надо Принять Хлеба Устраивает Обед А потом Оставшуюся Пшеницу Выкидывают За борт Таким образом Подчеркивая Еще раз Что у них Остается Единственный Шанс На спасение Аккуратно Крадутся К берегу Чтобы не сесть На мель Но Корабль Увяз в песке Корму Разбило Силою Волн Все оказались В воде Солдаты Решили Умертвить Узников Ведь они Отвечали За них Собственной Головой Но Сотник Удержал Их Ради Апостола Павла И вот Они На берегу И наплеменники Встречают И хорошо Раскладывают Огонь Сушат Одежду Предлагают Угощения Змея Кусает Павла И хитно Повисло На руке Апостола Местные Аборигены Решили Что он Точно Проклятый Человек Если Посейдон Его Избавил От Пучины Морской То Бог Его На земле Не оставляет Живых Однако Кус Не повредил И Все Кончилось Достаточно Хорошо Друзья мои Прочитав Эту главу Однажды Я Заострил Своё Внимание На том Что В короткий Период Времени На голову Апостола Павла Свалилось Слишком Много Разных Затруднений Я взял Карандаш И стал Подчеркивать Все слова Которые Описывают Эти Трудности И знаете Глава Оказалась Заштрихована Полностью Я понял 27 глава Деяний Это Коллекция Проблем И затруднения Это какой-то Сборник Неувязок Нестыковок И различных Трудностей С которыми Столкнулся Апостол 27 глава Деяний Это Целый Эвроклидон Один Большой Эвроклидон Ветер Который Противился Путешествию Этих Людей И у меня Возник Резонный Вопрос К Богу А что Так трудно Было Немножко Помочь Своему Служителю Неужели Нельзя Было Поменять Розу Ветров В Средиземном Море Хотя бы На пару Дней Чтобы Кораблик Побыстрее Доплыл До Италии И зачем Нужно Было Опускать Павла В трюм Зачем Нужно Чтобы он Там Бринчал Кандалами В условиях Абсолютного Отсутствия Какого-либо Комфорта Неужели Нельзя было Сотнику И прочим Спутникам Павла Внушить Большое К нему Уважение Нельзя ли Было Как-то Эту Драму Разыграть Помягче Почему Почему Жестко И Непросто Сложилось Это Миссионерское Путешествие К чему Весь этот Экстрим Эти Препятствия Расстояние От Палестины До Италии Не очень Большое Можно было Проплыть За неделю Но Павел Плыл Как минимум Три с половиной Месяца Как минимум Там еще Зимовка была На Мелите Трехмесячная И если Всевышний Не смог Или не захотел Помочь Величайшему Служителю Первого Столетия Который Преследовал Высокодуховную И благородную Цель Он стремился Возвещать О Евангелии В Римской Империи Если ему Господь Не оказал Такую Существенную Помощь Как мы С вами Современные Христиане Можем Рассчитывать На участие Неба В наших Судьбах Как мы Можем С нашими Мелкими Вопросами Насморками Какими-то Проблемками Земными Стучаться К нему И верить В то Что он Проникнется Нашей болью И нам Поможет Я думаю Что Автор Деяния Ошибся С 27 Главой Что-то Лука Не досмотрел Этот Текст Не назидает Верия Он Он Лишь Вселяет Сомнение В Божью Способность Благословлять И Содействовать Этот Текст Разрушает Веру Он Лишний Библии Лука Лука Ошибся Разместив Этот Текст В Новом Завете Я Предлагаю Вам Вместе Со мной Справить Эту Ошибку У кого Есть Библия В руках Возьмите Да и Вырвите Эту С 27 Главой Деяний Смелее Она Лишняя Что Позитивного Описывается В ней Какие Победы Достижения Вырвите Ее Из Книги Деяний Или Нет Откройте Со мной Еще Один Текст Экклесиаста 7 Глава 13 И 14 Стихи Смотри На Действование Божие Ибо Кто Может Выпрямить То Что Он Сделал Кривым В одни Благополучия Пользуйся Благом А в одни Несчастья Размышляй То и Другое Соделал Бог Для того Чтобы человек Ничего Не мог Сказать Против Него Богодухновенное Слово Утверждает Что Автором Кривых И прямых Дорог Человеческой Жизни Является Бог Мудрый Экклесиас Советует В одни Благополучия Пользоваться Благом И сохранять Благодарность Создателю А в одни Несчастья Предаваться Духовному Поиску Совершать Молитвенный Путь И Размышлять О назначении Этих Страданий В человеческой Жизни Автором Кривых Купил Пользоваться Пластиковые Карты Быстро Одеваюсь Веду К проводнику Открываю Купе Смотрю Спит Миленький Бужу И Возмущенно Спрашиваю Любезнейший Как же так Я проспал Вы не разбудили Что теперь делать Испугался Предлагает мне Деньги В качестве Взятки Чтобы я не Жаловался На него Очевидно Он не хотел Потерять Эту работу В столь Хорошем Вагоне Конечно Я отказываюсь От денег Правда Соглашаюсь На бесплатный Чай Он Меня успокаивает И говорит Не переживайте Уважаемый 40 минут До Курска Там сядете На маршрутку Нарисовал схему Как добраться До автовокзала И вы успеете К 8 часам Свою Золотухино Конечно Я выражаю Неудовлетворение Но соглашаюсь На его схему Доехал до Курска Сел на маршрутку Приехал даже раньше Чем нужно Еще в Золотухино И оказавшись В этом поселке Я обнаружил Следующее Кстати Это был апрель месяц Лежал на улице Снежок А поскольку Я путешествовал Из Москвы Туда и обратно То личные вещи И верхнюю одежду Я оставил В камере хранения В Москве В Москве было тепло И вот Оказавшись в Золотухино Я увидел Первое Железнодорожный вокзал В этом поселке До 9 утра То есть всю ночь Вплоть до 9 утра Не работает Он закрыт Второе На улице холодно А я без верхней одежды И третье В поселке Золотухино Нет ни одной скамейки Нигде То есть Если бы я сошел Там в 5 утра Три часа На морозе Без одежды Стоя Я вынужден был бы Замерзать А так В теплом вагоне С бесплатным чаем Не доплачивая Дистанцию От Золотухина До Курска Потом в теплой Маршрутке Созерцая на восходе Красоты Соловьиного края Я в нужное время Доехал До Золотухина Проанализировав это Я понял Что Иногда По выражению Блеза Паскаля Случайность Это Псевдоним За которым Прячется Бог Когда Он Хочет Остаться Инкогнито Оказалось Что Бог Большой Он выше Меня И Ему Виднее Как расположить Различные Случайности Повороты И изгибы На моей Личной Судьбе И сделал Он это Невзирая На первичную Отрицательную Реакцию С моей Стороны Бог Сделал Это Сознательно Ради Моего Жи Благословения И Мой Гнев Быстро Сменился На милость В отношении Божьих Планов Для Меня Потому Что Оказалось Невзирая На то Что Мой План Был Нарушен Я Получил Пользу От Этой Неприятной Случайности Во Время Этого Путешествия Я Три Дня Ночевал В Москве В одной Очень Известной Христианской Организации У них Есть Гостиничные Номера И Как Служители Меня Бесплатно Там Поселили Три Дня Я Ночевал И На входе В этот Зарегистрироваться На вахте Дать Паспорт Меня Там Записали И Эту Работу Выполняла Такая Старенькая Сестра Бабушка Сухонькая Маленькая Ну Работа Несложная Ей доверили Вот это Служение Которому Она Относилась Со всей Ответственностью Кто Помнит Что Такое Синдром Вахтера В Советском Союзе Я Вам Должен Признаться Братья И сестры Что У меня Отношения С этой Бабушкой Как-то Сразу Не Сложились Такая Недобрая Искорка Между нами С первого Возгляда Промелькнула Дело Дело в том Что Она Все Время Пыталась Меня Чему-то Поучать Куда Поставить Сумки Как Разместиться Во сколько Приходить Домой А зачем Меня Поучать Я Взрослый Самостоятельный Человек И сам Могу Кого-нибудь Поучить Короче Говоря Три дня Мы с ней Активно Друг друга Недолюбливали Я ей Демонстрировал Сячески Свою Самостоятельность Она Продолжала Упорно Давлеть Надо мной В этом Офисе Но Слава Богу Три дня Прошли И я Собирался Домой На Урал Подошел К ней Дал паспорт Выписался Забрал паспорт В карман Куртки Куртку Через плечо Сумки Схватил И побежал Как сейчас Помню Выходишь Из офиса Такая длинная Лестница Вверх Жилой квартал Большая проезжая часть По пешеходному переходу Пересекаю Ее Снова жилой квартал Десять минут Пешком до станции метро А там На железнодорожный вокзал И домой На поезде Полторы сутки И я дома Уже прошел Эту проезжую часть Слышу Сзади кто-то кричит Эй мужчина В синей рубашке Я же знаю Что меня никто Не может кричать в Москве Кто меня там знает Ну иду себе дальше С сумками Быстро Снова кричат Мужчина В синей рубашке Благо я глянул на себя А такая белая рубашка В синюю полосочку Оглядываюсь А там совершенно Незнакомая мне женщина Кричит И на меня смотрит Присмотрелся Ооо А там рядом с ней Та бабушка Она уже не могла кричать Присела так На железный заборчик Невысокий У тротуара Одной рукой Держится за сердце Ртом жадно Глотает воздух Безмолвно А в другой руке Вытянутой Держит мой Паспорт Я все понял Оказывается Уходя я паспорт выронил Она выглянула Видит лежит Красная паспортина Тут же бабушка Бабушка поняла Что Меня без документа Не посадят на поезд Где его искать Откуда же я буду знать К тому же Если в Москве Задержит милицейский патруль И у меня не будет документов Удостоверяющих личность Имеет право задержать На три часа До выяснения личности А оттуда С деньгами И прочими ценностями Я уже точно не выйду Бабушка Невзирая на то Что по инструкции Она не имеет права Покидать вверенный ей Для охраны объект Как спринтер молодой Стримглав Предпринимает рывок И несется за мной По лестницам вверх Через жилой квартал Проезжая часть Дальше бежит И уже бежать не могла Видимо Наверное кричала Уже кричать не могла Отчаялась Благо ей женщина Посторонняя помогла И мужчину в синей рубашке Все-таки остановил Подхожу к этой бабушке Как мы там с ней Обнимались Слушать Оказывается Бог заметил червоточинку В моем сердце И пожелал Преподнести мне урок Маленькая случайность Выронил паспорт Но За этой оплошностью Скрывалась рука Невидимого Бога Который хотел Оставаться инкогнито Скрываясь За личиной случайности Теперь мы с этой бабушкой Друзья У нас любовь Приезжаю в Москву Она меня сразу узнает Говорит Аааа Это за вами Я бегала по Москве У меня конечно Заготовлена коробка Конфет для нее Угощает меня чаем Все наладилось Друзья Иногда Бог допускает События неприятные для нас Ради воспитательной цели Так он реализует Свой педагогический заместел Он ведет нас К зрелости К совершенству И порой Трудности Имеют назначение Воспитание Для меня Можно я вам поисповедую сегодня И буду откровением до конца Я надеюсь вы не разгласите Этой информацией За пределы вашей церкви У вас прямая танцляция Да? Но все равно В нашей церкви Несколько лет назад Мы пожелали Сэкономить Божьи деньги В нашем доме молитвы Подключен интернет И за Безлимитный интернет Нужно платить 50 долларов в месяц Если он подключен На юридическое лицо А если он подключается На физическое лицо На индивидуальность Платить нужно В два раза меньше То есть цена вопроса 25 долларов Я не очень разбираюсь Во всех технических нюансах Интернет Все эти технологии Я далекий человек от этого Но У меня там есть в команде Хакеры хорошие И посовещавшись немного Братья сочли Что есть шанс Экономить И не воспользоваться им Просто Неразумно Тогда Мы подключаем Интернет На физическое лицо У одной бабушки дома А под ее логином И паролем Из офиса Через телефонную сеть Спокойно Выходим в интернет И всю сеть Компьютеров Wi-Fi Передатчик Мы посадили На бабушкины Подключение Дома Но у нас было Еще одно Подключение Резервное Очень дешевое На нем был установлен Лимит В месяц Можно скачивать Не более 100 мегабайт Это очень мало Правда? Сколько одна песня весит? А тут всего 100 мегабайт Им никто не пользовался Но На тот случай Если будет сбой На первом подключении Чтобы бухгалтерия Имела доступ к интернету Есть вот эта резервная И однажды Сбой произошел И мы остались без Безлимитного Подключения Включили резервное Дали команду Три дня Никому не входить в интернет Кроме бухгалтерии Потом переключили назад И жили спокойно Через месяц Нам приходит счет От организации Уралсвязьинфор На оплату услуг За интернет Когда я На братском совещании Прочитал этот счет Все медленно теряли сознание Тихонько сползая По стенкам на пол Потому что Там была указана сумма В 248 тысяч рублей Что составляет Восемь с копейками Тысяч Долларов Вот это сэкономили Божьи деньги Братский совет Тут же ушел в пост Тут же Бессрочный Как те иудеи Которые заклились Павла поймать Господи Пока не спишешь Все Мы же тебе нужны Живые Господи В бессрочный пост Мы уже подсчитали Сколько всему братскому совету Месяцев Нужно будет Бесплатно работать Чтобы Оплатить эту сумму Потому что Возлагать такие расходы На церковь Не справедливо Я понимал Что Хотя я и не сильно Участвовал В их совете Когда они решили К бабушке подключиться Но я же Таши пастор Последняя инстанция Сдаваться там Мне нужно идти Прихожу к директору Уральского отделения Уральсвязь информ И объясняю ему Что произошло А произошло Что мы по лимитному Лимитированному Подключению Месяц целый сидели И все компьютеры Работали И качали информацию И сверх лимитов 100 мегабайт Оплата за каждый мегабайт Просто космическая И нам абсолютно Законно Натикало 8 тысяч долларов Абсолютно законно Я ему объясняю А он не понимает Что мы вообще вытворили Только с третьей попытки До человека дошло Как мы обхитрили Их структуру И когда до него дошло У него так раз Зрачки расширились Он смотрит на меня И говорит А Ведь это мошенничество Послушайте В эту секунду Я многие годы Не испытывал Такого состояния Наверное Со дня покаяния Своего Я готов был Провалиться Сквозь землю Даже в глазах Светских людей Религиозный лидер Пастор Это же Светочи истины Он по земле Ведь не ходит У него крылья невидимы Он парит Над реальностью В своих Мирах Духовных И вот этот Светочи истины Перед человеком сидит И тот ему говорит Пастор Это же мошенничество Потом он сообщает мне Что ничем не может помочь Вообще Телефонная станция В России Это такая организация Которая У любого пенсионера Три рубля Из зубов Выдерет Они тысячу За суд заплатят Но три рубля Долго Они обязательно возьмут Это Беспощадная Организация Тем не менее Я пытаюсь связаться С главным офисом Веду с ним переговоры Пишу письма Со мной не захотели Там встречаться Я пишу письма И вы знаете Спустя пару месяцев Нам Полностью Списывают Этот долг Прощают Они написали Мы Жертвуем вам Эти деньги По благотворительности Жертвуем Это было чудо Потому что Вообще В Возбестовском отделении Уже потирали ручки Сотрудники Радуясь Что на них Такая сумма упала Мы надеялись Наверное На премии В конце месяца И они очень хотели Получить деньги И рассердились Страшно Когда узнали Что нам этот долг Простили Но его простили Я написал Честное письмо Объяснил ситуацию И нас простили И Когда мы Братьями общались Об этом Мы хорошо поняли Что Бог Дал нам хорошенько По шее вначале Чтобы объяснить Что нельзя красть Даже ради экономии Церковных денег Цена и там пароли разные Я ему бумажки перепутал На 8 тысяч долларов Бумажки перепутал Просто Случайность Но за этой случайностью Наблюдал тот Кто ей руководил Предпринимая Конкретные меры Ради Нашего духовного воспитания Слава ему за это Правда? Несколько лет назад Произошла еще одна Случайность В моей жизни Я отправил команду Служителей В Казахстан В Караганду Для обучения В духовной семинарии Два месяца Они должны были Провести на сессии Они там учились И я согласовывал Их визит Звонил в Караганду Списывался по электронной почте И мне казалось Что я все хорошо согласовал Братья уехали Был февраль месяц Зима, мороз На русской машине Одиннадцатой модели Чтобы приблизить к вас Российским реальностью Расскажу Что это за машина Кондиционера нет А он и не нужен Там такой сквозняк Хороший Из всех щелей Что можно без кондиционера Гидроусилителя нет Независимая подвеска То есть все колеса Живут своей независимой жизнью И вот они поехали Двадцать часов пути Граница с Казахстаном Такой тщательный Таможенный контроль На границе Четыре часа стояли на границе И слава Богу Доехали до Караганды В воскресенье утром Перед собранием Они доехали туда Мне звонит Карагандинский пастор И говорит Алексей, ваши братья Добрались благополучно Слава Иисусу Отвечаю я А он продолжает Только обучение В семинарии Начнется не завтра А через две недели Поверьте Я кожей ощущал Какие флюиды В мою сторону Излучают мои братья Находящиеся в Караганде Я их слишком хорошо знал Каждого из них Серьезные люди Один пастор Из моей церкви Второй пастор Из другой церкви Руководитель Центра реабилитации Ехали за личные деньги Оплачивали бензин Занятые Серьезные люди Детей Семьи имеют И вот так прокатились Два часов На сторону Я их хорошо знал Я мог бы вам Просто переписать Все те эпитеты Которые они ко мне Применяют в это время Готовился к встрече с ними Подбирал правильные слова Так психологически Пытался себя взбодрить Вот однажды Открывается дверь Слышу их голоса Братья идут Ко мне в офис Встречаю их Набрал побольше воздуха Они с порога Алексей Успокойся Все нормально Все хорошо Все хорошо Сейчас расскажем Не, конечно Они говорят В начале Мы Ну часа два Очень подробно Анализировали твою личность И составили Полный психологический портрет Но потом Говорят Ехали через деревню Уже в Курганской области Трасса Снег идет Смотрим Вроде как человек на обочине Уже под снегом Наверное уже не живой Останавливаемся А все машины едут мимо Они говорят Останавливаемся Смотрим Человек Снежок смахнули Живой Может пьяница Или бездомный Взяли Посадили в машину Привезли в кафе Привели в чувство Отогрели Накормили Напоили горячим чаем Разговаривали с ним Дали Библию Обменялись контактами Узнали о его жизни Оказалось Не пьяница И не бомж Просто в семье Случилась какая-то Трудность Проблема Поссорился с женой Ушел И вот Как-то оказалось Что потерялся И наверное Он бы до утра Не дожил И братья говорят Если было нужно Ради этой одной души Нас послать туда Затридевать земель Если в этой местности Не нашлось людей Которых Бог Хотел бы употребить Для этой миссии И Он посчитал Нам троим Необходимо съездить В Караганду И на обратном пути Вмешаться В биографию Этого мужчины И избавить его От неминуемой смерти И дать ему Евангельское свидетельство Значит мы на это согласны Смиряемся перед Богом И благодарим его За эту случайность Которая привела нас В Караганду И к этому погибающему Мужчине Иногда Бог Изменяет дороги Нашей жизни Отступает от того Сценария Который мы сами Написали для себя Не ради нашего Благословения Не ради нашего Воспитания А просто ради других людей Которых Он тоже Заметил на их жизненных путях И Он приводит нас к ним Кого-то как Филиппа Так раз Телепортирует А кого-то как этих братьев Через Караганду Крюками такими Но Бог делает это Ради грешников Которых Он возлюбил Не меньше чем нас Дорогие друзья Иногда мы Хотели бы Вырвать 27 главу деяний Из собственной жизни Христианское благочестие Не позволяет нам Удалить этот текст Из Нового Завета Рука не поднимается Дернуть страницу Но как часто Мы мечтаем о том Чтобы трудности Обошли нас стороной Чтобы в жизни Все было гладко Мягко и пушисто Чтобы жизнь представляла Одну большую белую полосу Без всяких там Черных штрихов Как часто Мы хотели бы Вырвать Эти периоды Трудности Испытаний Когда мы взрослеем Когда встаем на ноги Когда Бог тренирует нас Мы хотели бы Вырвать их Из своей жизни Мы считаем Эти периоды В трюме В бушующем шторме В тонущем корабле Среди Негодных людей Оплеванным Униженным Каким был Павел Мы считаем это Лишним в своей судьбе Но взгляд Божий Нередко Отличается От нашего подхода К собственной жизни Он Посчитал Что безмолвная проповедь Апостола В трюме Тонущего корабля Среди кричащей Рвущей волосы Публики Бог посчитал Что эта безмолвная проповедь Будет громче И красноречивее Самых ласкательных речей Произнесенных В аристократических Дворцах Рима Бог посчитал Что свидетельство Павла Данное этому сотнику Не менее важно Чем его проповедь Где-то в элитных местах Позолоченной Римской империи Там написано Сотник в конце Вначале не хотел Слушать Павла А потом Он отдал приказ Солдатам Оставить мечи в ножнах Ради апостола Павла Несомненно Господь хотел Распространение Евангелия По Римской империи Но не менее Он хотел Проявить свою милость Для жителей Острова Мелит До сих пор На Мальте Существует Мальтийский орден И члены Этой христианской Организации Свято хранят Память О первом Миссионерском Путешествии Павла Через их землю Потому что Тогда была организована Первая христианская церковь Которая существовала Долгое время Бог хотел Помиловать Этих людей Он хотел Помиловать Публия Его отца Хотел исцелить И многих других И он запланировал Эту небольшую остановку В жизни Павла Чтобы дать Благословение Этой земле И как хорошо Что Услужителя Хватило смирения Принять из руки Божьей все Что он давал ему Какие пути Мы бы выбирали Для себя Сами Поверьте Если бы мне Дали право выбора Я бы летал Только бизнес-классом Не, ну просто С моим ростом Там сидеть Кочевряжиться В самолете Особенно Когда летишь В Америку Долго Я вижу Тут высоких Братьев Тоже Сколько Рост Сколько Сантиметров У меня 186 Не могу Там спать В этих самолетах Я бы выбирал Бизнес-класс Может и Павел Боево выбирал Правда А как вот этот Криминалитет Там в трюме А как насчет них Кто бы добровольно Пошел к ним Кто Из нас Если бы Нам предоставили Такой шанс Немногие Поэтому Иногда Господь Изменяет Траекторию Моей судьбы Чтобы я Заглядывал В такие Неприятные Гнусные места Принося туда Божий Свет Иосиф Из Ветхого Завета Молодой Человек А он же Был привилегированный Член своей Семьи Элита Белая Кость Про таких Говорят Голубая Кровь В России Говорят Мажорик Слышали Да У него Не было Таблицы Менделеева Под ногтями Он не работал Руками Белый Воротничок Старшие Впахивали А он Так наблюдал И папе Доносил Он знал Особенный У него были Прекрасные Стартовые Позиции О чем мог Мечтать Иосиф В свои 16 лет О чем Мечтаете Вы В свои 16 18 О чем Мечтал Я Поверьте Я не мечтал Стать Бомжом Наркоманом Алкоголиком Я не мечтал О разводе О банкротстве О болезни Чтобы стать Инвалидом Не мечтал Вообще И наверное Каждый из вас Об этом не мечтал Ведь все Хотят Прекрасный Сценарий Мы читаем Про Какого-нибудь Белогейца Баффета Думаем Вот бы Мне Вырасти Мы планируем Только хорошее Таким был Иосиф И он конечно На будущее Смотрел В розовых Очках Но вдруг Это будущее Исчезло Разорвалось Кануло В небытие Все Радикально Поменялось Его жизни За 5 минут Он был Человеком Княжеского Рода В своем Родстве А теперь Он Узник Рабства Самый низкий Социальный Статус Жизнь Запустила Его не просто Ниже Плинтуса А ниже Уровня Городской Канализации Раб И он Стоит Прикованный Столбу На неволичном Рынке И каждый Человек Грязными Руками Заглядывает Ему В рот Смотря Какие У него Зубы Хороший Леон Товар Вот Во что Превратился Вчерашний Мажорик А он Не сломался Он Выстоял У него Был Стержень Духовности Иосиф Был Настоящий Он Получил Правильное Наставление И он Поднялся На поверхность Жизни Жизнь Его Второй Раз Бомбила Два С лишним Года В темнице Ситуация Полной Социальной Несправедливости А он Опять Выстоял Потом Сложилось Все Хорошо И вот Он Уже Второй Человек Государстве У него Свои Дети Он Зрелый Мужчина Среднего Возраста И приходят Братья Он Плакал Когда увидел Их Это Характеризует Иосифа Как чуткого Человека Его Сердце Не Очерствело То есть Он Все Помнил И он Все Рационально Понимал Братья Узнали Его И И испугались И решили Что теперь Он будет Мстить Но Иосиф Говорит Им Такие Слова Послушайте Он Говорит Им Не Бойтесь Потому Что Не Вы Привели Меня Сюда Но Бог Привел Меня Сюда И Дальше Да Вы Зло Умышляли Мне Зло Но Бог Обратил Это Зло В Добро Друзья Мои Наш Бог Обращающий Зло В Добро Иосиф Иосиф Говорит Не Вы Привели Меня Сюда Иосиф Ты Что Ну Как Не Они Их Руки Отслюнявливали Валюту Измаильтянам То есть Наоборот Это Измаильтян Они Твои Одежды Рвали Козла Убивали Их Уста Нагло Лагали Твоему Отцу Они Конкретные И Очень Реальные Виновники Всех Твоих Злоключений Они Иосиф Вот смотри Судьба Привела Их Тебе Это Шанс Воздать По Заслугам Но Иосиф Обладал Стратегическим Мышлением Он Обладал Удивительным Духовным Взглядом На Жизнь И он Понимал Что Смотреть Надо Поверх Земных Обстоятельств В Долгосрочной Перспективе Неба На Свою Судьбу И он Говорил Не Вы Привели Меня Сюда Это Сделал Вот что Мои родители Могут Мне Дать Смотришь На Других К 18 Годам Машинка Домик Университет Шикарная Свадьба А мои Что Они Могут Мне Дать К 18 Годам Они Мне Сказали Работай В Макдональдс Или еще Где У всех Родителей Как Родители А у Меня Или В Бизнесе Провалились Обанкротились Кто Виноват Партнер Вот у Всех Друзья Как друзья Мой Если бы Не он Мое Преприятие Злетело До Заоблачных Высот Мы бы Заработали Столько Долларов А вот Подвел Это он Виноват Партнер А может Он и Виноват Может Быть Список Виноватых Можно Продолжать Виноват Президент Поздравляю Вас С Обамой Кстати Снова Сосед Виноват Пастор Может Быть Виноват Кто Угодно Только Не Я Сам Друзья Мои У Иосифа Была Философия Жизни Другая Он Мог Со Стопроцентной Уверенностью Говорить Братья Виноваты Но Он Говорил Иначе Не Вы Привели Меня Туда Он Снял С них Эту Ответственность И Он Говорит Это Не Случайность Это Был Плам Намерение Сюда Верующий Человек Знает И Верит Что Все Происходящее Его Жизни Это Не Результат Игры Слепых Стихий Это Не Действие Каких Греческих Мор Плетущих Ники Человеческих Судеб Это Не Удачное Или Неудачное Стечение Созвездий На Небе Это Не Действие Окружающих Людей Каких Там Масонов Организующих Кризис Моя Жизнь Это Не Продукт Общественной Деятельности Но Бог Привел Меня Сюда Значит У Него Есть План У Него Есть Замысел У Него Есть Цель У Него Есть Назначение Он Все Делает Со Смыслом И Моя Задача Принять Из Его Руки Доброе И Худое Смириться Перед Ним И Пройти Всеми Кривыми Дорогами Жизни Открыть Глаза И Увидеть Как Я Могу На Этих Изгибах Быть Полезным Для Него Друзья Я Обращаюсь Ко всем Людям У Кого Есть Трудности В Жизни И К тем Кто Их Прошел Их Немало И Без Разности Где Вы Живете В Какой Стране Трудности Бывают И Здесь Я Это Понял И Хочу Сказать Вот Что Однажды Давид Оказался В Крайне Тяжелой Ситуации В Секелаге Помните Приходят А город Сожжен Семьи Дети Жены Угнаны В Плен И Там Написано Народ Плакал Пока Не Стало Сил Плакать Пребывали В Панике Истерично Рыдали Люди И Хотели Побить Давида Камнями И Каждый Скорбел Смертельно И Давид Скорбел О Своей Семье Они Плакали Бездеятельно Пассивно Они Оплакали Войсой Страдания Они Не Могли Пошевелиться От Парализующей Боли И Страха Но Давид Написано Укрепил Себя Надежду И На Господа И Что Он Сказал Потом Он Обратился К Авиафару Священнику И Сказал Принеси Мне Фот Что Это Значит Кем Был Этот Авиафар А он Был Молодым Юношей Мальчиком Который Видел Как На Его Глазах Все Население Его Города Его Отец Мать Остальные Братья Сестры Женщины Беременные Женщины Все Были Вырезаны По приказу Саула Дойком И Думиянином Это Был Геноцид Совершенный Безумным Царем Против Собственной Нации Он Уничтожал Элиту Цвет Нации Священников Которые Привели Его К власти Вместе С Самуилом Саул Находился В параноидальном Бреду Он Вырезал Всю Номву Священческий Город И Спаса Только Один Авиафар Большинство Людей Сломались Бы У многих Помутилось Бы Сознание Многие Возненавидели Бы Жизнь Бога Всех В такие Периоды После Таких Потрясений Человек Склонен Менять Походку Менять Стиль Жизни Сколько Бандитов Преступников Криминальных Авторитетов Авторитарных Политиков Стали Такими Просто Потому что Когда-то В детстве Они Пережили Унижение Которое Контролировало И всю Жизнь Они Стали Тиранами И Кровопийцами Из-за Своей Юношеской Боли Страшную Боль Пережил Авиафар Но Убегая Из Номвы Он Взял С собой Ефот Он Знал Что Является Самым Ценным И Важным Жизни Он Знал Это И Он Взял Ефот Без Которого Священник Не Имел Права Предстать Пред Богом И Когда Спустя Многие Годы Авиафар Повзрослел Так Сложилось Что Давид Стенал С Трудом Отдирая Колени От земли Поднимая Опухшее Заплаканное Лицо К небу Не в силах Раскрыть Свои Красные Глаза Давид Укреплял Себя Надеждой И он Пытался Снова Верить И в эту Минуту Ему Так Нужен Был Человек С Ефотом Может Бы Ты Пережил Боль Может Быть И это Делает Тебя Человеком С Ефотом Значит Ты нужен Кому-то Отчаянно Нужен Тому Кто еще Карабкается Кто пытается Верить Кто поднимает Свои колена Кто Хочет Смотреть На небо Но ему Так трудно Дается Этот взгляд И если Вы Как тот Давид Секелаги Пережили Эту 27 Главу Деяний И сознание Разрывается Множеством Мыслей И в сердце Буря Вам нужен Человек С Ефотом Найдите Такого Служителя Друга Пастора И вместе Друг с Другом Когда Ефот В руках Мы Прорвемся Мы Догоним И одолеем И победим Будем Молиться Мы Поклоняемся Тебе Премудрый Бог Мы Благодарим Тебя Наш Добрый Пастырь За то Что Ты Действительно Ведешь Нас И на Злачные Пажити И к Водам Тихим И умощаешь Нас Елеем И Присполняешь Наши Чаши Мы Благодарим Тебя За то Что Ты дал Нам Все Потребное Для жизни И Благочестия И мы Принимаем Из рук Твоих Твой план Для жизни Каждого Из нас Для жизни Наших Семей Для наших Церквей Мы Принимаем Из твоих Урок И доброе И худое Худое Которое Ты Ты Тоже Можешь Обратить Доброе Сегодня Мы Благодарим Тебя Господи За Прямые Дороги Наших Жизней И Мы Благодарим Тебя За Кривые Дороги Наших Жизней Мы Благодарим Тебя За Те Извилины Крутые Повороты За Те Заносы Которые Случались Иногда Мы Терпели Кораблекрушение Жизнь Превращалась В аварию В боль Но Ты Чему Ты Учил Нас Ты Вел Нас К Зрелости К Совершенству Ты Использовал Это Чтобы Мы Смогли Служить Другим И Мы Смиряемся При Твоей Воле И Благодарим Тебя За Эти Фрагменты Наших Биографий Господь Прошу Тебя Небесный Отец Во имя Иисуса Христа О всех Людях Которые Сейчас Переживают 27 Главу Деяния Апостолов Мы Не Станем Вырывать Ее Из Своей Жизни Господь Но Мы Просим Тех Кто В Шторме Кто Потерян Кто Отчаялся У Кого Исчезла Надежда Благослови Всех Кто Как Павел Переживает Стеснение Идет Узкими Дорогами Христианской Жизни И Укрепи Господь И пусть Из Этого Семени Которая Упала В землю И Умирает И Семя Которые Принимают Свою Смерть Пусть Из Него Взойдут Богатые Всходы И Царство Твое Получит Урожай Духовности Совершенства Благословения Я Молюсь Тебе Господи Чтобы В наших Церквях Многие Кто прошли Боль Кто пережили Страдания Осознали Свою роль Людей С Ефодом Я прошу Тебя Научи Нас Наш Жизненный Опыт Использовать Для того Чтобы Служить Другим Чтобы Как Сказал Павел Утешать Других Тем Утешением Которые Мы Получили От Тебя Господь Чтобы Церковь Была Радующейся С Радующимися И Плачущей С Плачущими Чтобы Вместе Друг с Другом С чувством Локтя В единстве В братской Любви Мы Совершали Дело Твое Господь Боже Мы Славим Тебя Мы Любим Тебя И Благодарим Тебя За то Что Жезл Твой Над нами И Рука Твоя Покоится Над Нашими Жизнями Да Будет Имя Твое Благословенно Сильный Способный Даровать Победу Великий Бог Отец И Сын И Дух Святой Аминь Господь Красный Бог Нет Нужды Ни В Чем Он Водит Меня К Водом Цифре Подкрепляет Душу Мою Направляет Стези Мои Ради Имени Своего Мои Что Ты Со Мною Потому Что Ты Со Мною Твой Жезл И Твой Посад Дают Мне Покой Потому Что Ты Со Мною Потому Что Ты Со Мною Не Боюсь Я Зла Не Боюсь Я Зла Бог Мой Уповая На Тебя Иисус Господь 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 Мой Нет Нужды Ни В Чем Он Молит Меня Водом Тех Подкрепляет Душу Мою Направляет Слези Мои Ради Ливени Своего Потому Что Ты Со Мною Потому Что Ты Со Мною Уже Жезлый Твой Посад Дают Непокой Потому Что Ты Со Мною Потому Что Ты Со Мною Не Упоюсь Я Зла Не Упоюсь Я Зла Потому Ты Со Мною Потому Что Ты Со Мною Твой Жезлый Твой Посад Дают Мне Покой Потому Что Ты Со Мною Потому Что Ты Со Мною Не Упоюсь Я Зла Не Упоюсь Я Зла Бог Бог Ты Всегда Со Мною Иисус Спасита Моя Депость Моя Иисус Аллилуйя Все Слово Тебе Навсегда Пребуду Навсегда Пребуду Я В Доме Моего Отца Буду Славить Я Тебя Моя Чаша Преисполнена Навсегда Пребуду Я В Доме Моего Отца Буду Славить Я Тебя Навсегда 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 Пребуду Я В Доме Моего Отца Буду Славить Я Тебя Моя Чаша Преисполнена Навсегда Пребуду Я В Доме Моего Отца Буду Славить Я Тебя В В Иисус Не дают мне покой, потому что Ты со мной. Потому что Ты со мной, не убоюсь я зла. Не убоюсь я зла, потому что Ты со мной, потому что Ты со мной. Все злит твой посад, дают мне покой, потому что Ты со мной.